...которая по новому стилю будет отмечаться, ну, конечно, церковью и православными округами Санкт-Петербурга 29 апреля этого года. Слушаю вопросы. Можно провокационные? Можно? Да. Николай Николаевич, вот как бы может провокационные, может не очень. Вот в конце показывали, когда скидывают памятник Александру Третьему, и тут рядом скидывают памятник Дзержинскому в 91-м. Как-то получается, что эти две личности всё-таки нельзя. Чуть-чуть можно показать, что это уравнивание, как будто. Ну, конечно, здесь неполная аналогия. Я с вами согласен. Да. Но дело в том, что я не участвовал в окончательной редакции, в том смысле, в котором вам бы хотелось, чтобы это было так. Конечно, проводя такие параллели, нужно их комментировать. Так что я в этом смысле с вами согласен. Конечно, это не одно и то же. Да, согласен. Ну, может быть, ещё что-нибудь... Да, вот есть вопрос. Николай Николаевич, а почему вы о своём отце материалы здесь не показали, о поэте... Вот, о поэте Брауне... А поэте Брауне просто регламент не позволил. Так надо было хотя бы немного материала. Ну, просто тут, видите, получается так, что... Ну, в данном случае я представляю Брауна младшего, так сказать. Просто это не помещалось. Каково его отношение ко всему тому, о чём вы говорите? Вот, хотелось бы знать. Ну, его отношение было такое. Он в 19-м году из Орла просто должен был уходить с добровольческой армии Деникина или сделать другой выбор из разоряемой Орловской губернии, потому что там уже приезжали товарищи в кожаных куртках. И, в общем, пыталась какая-то голодьба, которой, конечно, за это платили, кого-то поджигать, за кем-то там гоняться, кого-то убить. Это был такой период. И он выбрал другой вариант. Он вместе с родителями переселился в тогдашний Петроград, куда, кстати сказать, приехало значительно раньше, в 1918 году, Мария Комиссарова. Так что, он вот сделал такой выбор. Ну, а дальше это был вот революционный Петроград. Но он же, он был и актёром, и разнорабочим. И, в общем, перепробовал множество профессий. Ну, вот, в частности, тогда за это хорошо платили. Разгружал трупы, которых было очень много тогда. И мёрзлые трупы. И поэтому он много видел просто мёртвых людей. И тогда последствия гражданской войны ещё всюду сказывали. 21-й год, кранчатское восстание, вот это, которое называлось мятежом. И потом он просто стал уже известным поэтом. Ну, как он в советское время мог комментировать те события, которые тогда происходили? Он был беспартийным. Он с комиссаровой Марией обвенчался в 1926 году при разгуле воинствующего безбожия. Они обвенчались на каменном острове. Это храм, который до сих пор сохранился. Это был храм при Павле I, построен для войсковых нужд. И это предтеченский храм, сейчас установлен. Там всё было, конечно, разорено. Он чудом сохранился. И как мои родители могли комментировать эти советские времена? Ну, они не стояли ни в комсомоле, ни в партии. Ну, я тоже по убеждению не стоял в комсомоле. Ну, о партии речи нет. Я ещё и к Красной Армии плохо относился, потому что Красная Армия это была для меня. Красный латыш товарищ Вациетис, который её возглавлял. И министр обороны товарищ Троцкий, Бронштейн. Как я мог относиться к Красной Армии? Меня не устраивало её присягло. Понимаете? Мы не обязательно должны быть стадом, каким-то бессловесным стадом разных созловий. Мы должны просто думать. То есть, это ещё... Вы знаете, у меня был лозунг такой в советское время. Есть такое латинское изречение. Мыслишь, следовательно, существуешь. Ну, латынь, мёртвый язык, понятно, его помню. Декартовский. А я это изречение переделывал на другой лад. Было инкогнито, эрго сум. А я переделывал на инкогнито, эрго сум. То есть, мыслишь скрытно, следовательно, существуешь. Потому что мысли у нас никто не может отнять. Так что, как относились родители? Родители вот нигде больше не состояли, кроме как в Союзе советских писателей. У них и билеты подписаны Горьким в 34-м году. Тогда был этот советский съезд. Вот. Всё. Я этим всё сказал. А что касается моих родителей, у моих родителей всё-таки был я, то есть их сын. Это тоже какой-то результат. Ну вот, что они могли сказать. Слушаю. Виколай Николаевич, скажите, пожалуйста. Да, главный миниограф Санкт-Петербурга говорит. Да. Да, Саня Слава, спасибо. Существует какая-то программа мероприятий, посвященная 200-летнему юбилею царя-освободителя? Есть в городе какая-то программа? Как, как? Я не понял. Есть ли в городе какая-то программа, посвященная 200-летнему юбилею царя-освободителя? Сейчас мне как раз звонил старший соратник, даже соратник руководителя Российского имперского союза ордена, который над этой программой работает. Будет такое вещь... Это было слово сегодня. Ага, спасибо. Послушаю. Я вижу Владимира Николаевича. Вот я видел фильм Черновой, который вы мне показывали первый. Но вот сравнив тот с этим, я просто в трансе очень вот улучшена и более такие вот подробности интересные видены. Фильм. Большое вам спасибо за это. Да, Владимир Николаевич, я помню, что вы всегда просили, когда мы встречались, прочесть вам целиком «Тленина», потому что там только последняя страфа. Если можно, прочитайте сейчас, интересно будет послушать. Как, как? Прочитайте сейчас целиком, я думаю, людям интересно будет. А, ну, это короткое стихотворение. Оно было написано тогда, в советское время. Это частично ответ на то, что вот, когда вы были мои родители, вот я сын все-таки моих родителей, а не каких-то других. Стихотворение было написано в политлагере на Урале, в Пермской области. Родители ко мне тогда, в последний раз приезжали. Потом отец меня не дождался четырех лет. Умер, глядя на дверь, не войду ли. Ну, можно понять отца. Вот это стихотворение было написано, кстати, 6 августа, я это помню, 1974 года. А по-старому, дата 6 августа, это преображение, по-новому это 19-го. Вот, значит, день по-старому календарю преображения церковного в 74-м году. Вот, это еще, ну, как тогда говорили, глухой совдет. Тренер. Его, как будто почва, не взяла. Земли родной стихия оттолкнула. А крематория огонь не сжег дотла. Лишь воздух вздрогнул душ погибших гулом. Пахнула адским смрадом по Москве. И патриарх сказал, что ж, по мощам и мирам. И власть делили в партии вдове. И толпы шли в мороз за гробом сиро. Но не спасла бальзамовая смесь Насмешку над величьем фараонов. И вот, как трупный яд лежит он здесь. Храним для заражения миллионов. Он, Тленин, стал трибуной для вождей. Но грянет миг. Со звоном колокольным снесут, Как капище безбожья мавзолей. И площадь осветят в первопрестольной. Браво, Николай! Спасибо вам. Я боюсь вас утомить. Поэтому, если нет больше вопросов... Есть, есть, Владимир. Есть еще? А может быть, вы прочтете еще что-нибудь? Нет, это уже чересчур. Это же не мой авторский вечер. Это все-таки... Как же не? Именно ваш авторский вечер. Нет, но то, что было сделано в защиту доброго имени, Благонравного и героического человека, Это уже, будем считать, сегодняшняя тема. Тема сегодняшнего дня. Я только могу вспомнить о таком эпизоде. Когда исполнилось ровно 150 лет со дня подвига Осипа Ивановича, Мне пришло в голову, что ведь то, что произошло тогда, Было напрямую связано с иконой, которой он шел поклониться. А это икона Спаса Нерукотворного. Это тоже очень значительный образ. Согласитесь. А эта икона Спаса Нерукотворного находилась в отдельной часовинке, Там, где домик Петра. На Петроградской стороне, откуда начиналась вообще и Петроградская сторона, И Петербург, собственно, Петербургская сторона, Потому что там был Троицкий храм, который был снесен. И вот эта часовинка была местом поклонения. Почему? Это была чудотворная икона «Защитница Петербурга». Для всех, кто любит такого рода занимательные сюжеты, Вот это как раз этот сюжет. То есть, эта икона была подарена Петру Великому, Его матерью, Наталье Кирилловной Нарышкиной. Причем, что означает «подарено»? Это сегодняшний термин. На самом деле, икону давали в благословение. Вот эта мать Петра, его благословила этой иконой на все подвиги. Она его чудом спасла в битве при Полтаве. И он всюду, в течение всей жизни с ней не расставался. Когда Осип Иванович в день своих именин, Относившись с работы, пошел просто поклониться этой иконе в день именин, Вот из-за ледохода, из-за ледоходной Невы, Эти звенья на плавном масле были разобраны. И поэтому он пошел направо к решетке летнего сада. Если бы он остался дома. Это был совсем другой сюжет русской истории. А что же случилось потом с этой иконой? Когда настали безбожные времена, Понятно, часовню эту сразу закрыли. Потом, когда часовню разрушили, Икону перенесли в церковь на улице Никольской. То есть это на углу Стремянной и теперешней улицы Марата, Которая была Никольской. Вот в 30-м году эту церковь разрушили, снесли. И потом икона была оттуда перенесена уже в лейбардии Спасо-Преображенский собор. Это был военный собор. Там она находится и сейчас. И мне пришла в голову такая мысль. То, чего не сделал тогда Осип Пуманович, Надо же сделать сейчас, надо приложиться к этой иконе. И я вот в этот день, 4 августа, 150 лет спустя, В 2016 году пошел приложиться к этой иконе. Потому что она, находясь на противоположном берегу Невы, Как раз напротив того места, где одевал шинель государь, Перед тем, как сесть в карету, Она же сыграла свою нерукотворную роль в этом рукотворном спасении. И меня никто не переубедит, что это иначе. Я понимаю, что это именно так. Ну вот. И таким образом, эта икона, она еще раз как-то мелькнула в моей жизни. Каким образом? Когда эта икона там уже была, в этом соборе уже много лет, Вдруг приехал патриарх Константинопольский, Который 400 лет не был в дипломатических отношениях с московской церковью. Это тогда, в те времена. И я, конечно, пошел. Но я никогда не видел Константинопольского патриарха. Я, конечно, пошел. Прилетел Алексей Второй. Какая-то ранняя весна. Площадь вся разрыта. Народу почти нет. Кого-то куда-то не пускают. Я просто стоял рядом с этой иконой. Меня хорошо слышно, да? Я стоял рядом с этой иконой, А рядом Константинопольский патриарх, который к ней подошел, приложился. Алексей Второй почему-то не приложился. А вот я к этому самому месту, значит, приложился. То есть, вот мне это запомнилось, Что мы двое, так уж, двое поцеловали вот эту икону. Я вспомнил это вот уже намного позже. Так что, вот такая икона у нас, петербургская, Которая участвовала во всех водосвятиях, Она как бы за кадром всего того, Что есть в этом всем происходившем тогда. Этого нет в фильме, к сожалению. Но эта икона участвовала во всех водосвятиях, Во всех праздниках. И Елизавета Петровна для нее написала специальную молитву, Которая тоже всегда исполнялась. Вот такая нерукотворная связь с нашей рукотворной стороной жизни. Спасибо. 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 Спасибо.